Смотри, когда отношения зарождаются в нужном русле, так скажем. Когда женщина себе рядом с этим мужчиной нравится. А когда женщина себе нравится? Когда она расслаблена, она не переживает каждую минуту. Так, как мне там помада накрашена, как у меня там носик припудренный. Глупость бы не сморозила. Ой, блин, чтоб потом стыдно не было. Это все внутренние запреты, внутреннее неразрешение на вот это вот из детства. Помнишь, опять мы же все родом из детства, где нас в детстве осекали. Вспомни ситуацию, когда тебе кто-то говорил вообще в жизни, что ты не имеешь на это права. Бывает же у нас такое? Да, да кто тебе такое сказал? Да ты не имеешь на это права что-то там сделать. Вот на ум приходят такие люди. То есть это надо раскрутку сделать. Потом практику покажу, как раскрутку сделать. Вы такое говорите. Я на все имею право в этой жизни. По праву рождения, потому что когда человек рождается, он уже имеет право жить в изобилии. Насчет этого внутренние запреты. Поэтому женщина не может расслабляться. Она себе внутри не разрешает. Не разрешает секс там в Камасутру все использовать, потому что она пихана, не знает, что там в подсознании, что это секс, это грязь. Поэтому все время кажется, что стыдно. Это непозволительно. Вы понимаешь, вот это изнутри идет внутренний голос. Это внутренний родитель тебе говорит, внутренний критик. У нас родитель внутренний, это всегда внутренний критик. И поэтому с ним надо поговорить. Так, кто там приходит, мама или папа? Твоего внутреннего ребенка поужимать, в угол поставить, наказать, ремня дать. Ты с ним разговариваешь. Что так, мамочка внутренняя, успокойся. Сейчас новое время. 21 век на дворе. Уже все совершенно давно, все по-другому. То, что я делаю, благостно на меня действует. И на мою жизнь, и на мое окружение. То, что я делаю, я себе разрешаю. Я себя за это люблю. Я молодец. Я себе позволяю. Ты понимаешь, что в этом ничего предосудительного нет. Я могу расслабиться с этим мужчиной. Довериться этому мужчине. Потому что, почему у нас вопросы еще не доверяют о мужчине? Потому что ты не доверяешь сама себе. Потому что ты думаешь, ага, а вдруг он меня бросит. Классно, бросит и хорошо. Только что значит бросит? Это же опять же убеждение самой женщины. Меня бросили. Чувство жертвы. То есть где-то сидит жертва. Меня могут бросить. Меня могут обидеть. Значит, я себя веду. Вот в этом случае мне надо перейти в состояние своей внутренней силы. То есть, да, я прекрасно понимаю, что эти отношения могут и прекратиться. Какие отношения долго всегда живут? Вообще союзы не распадаются. Вот встречаются взрослые души. То есть у нас у каждого есть внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. Вот их внутри себя надо всех подружить. Сексуальные игры, все вот это классно. Это мы выпускаем наружу внутреннего ребенка. Он играет, мечтает. Может там не знаю, что нафантазировать. Да, пусть. Новое платье хочу, каблучки хочу. Путешествовать хочу. Любви хочу. Хочу романтики хочу. Вот это все хочу. Это все внутренний ребенок. Все. Мы его выпустили. Он, значит, дали ему волю высказаться, поиграть, порезвиться. Все. Включается внутренний взрослый. Так, дорогая моя, миленькая моя, хорошо, все здорово. А теперь я буду выполнять твои хотелки, твои желания. Естественно, внутренний взрослый у нас работает с финансовой сферой, со структурой вообще всей там, ну, какие-то юридические дела. Все вообще вот бытовые дела, где требуется нормальное включение взрослого мозга, там работает взрослый. Ребенка мы к деньгам не подпускаем. Ребенка мы к бизнесу своего внутреннего не подпускаем. К любовным делам мы его подпускаем вот и к этим играм. Но потом же внутренний взрослый начинает это все уже устаканивать. Вы призвились ночью, выспались, утром пьете чай, и уже взрослые люди разговаривают. Правильно? Вот это когда понимаешь, где включать кого. Так вот, какие пары не распадаются? Они не держатся вот так вот за грудки друг к дружку. Они внутренне взрослые. Они готовы, они осознанные, они сами самодостаточные люди. Вопрос-то в чем, к чему я подвожу-то? Это сама, когда вот ты растешь, развиваешься, у тебя уже совершенно другие мысли. Ты сама уже уможешь копеечку там заработать. Когда у тебя вот эта вот финансовая твоя структура уже прокачана, твой второй кирпичик, сейчас я расскажу о ней еще раз, и тогда ты уже понимаешь, все, мужчина у меня на третьем месте в моей жизни. Я не ставлю его в своей пирамиде ценности выше. Скажи, что вы сейчас расстанетесь. Они готовы, они расстаются уважительно. Душа уже взрослеет. Видишь, тут в чем разобраться-то? Какая у тебя еще биологическая структура матрицы? Если ты, допустим, душа юная совсем, но я бы не сказала, что у тебя душа прямо вот молодая-молодая пришла вот в это воплощение. Нет, ты в поиске уже более осознанно. Тебе трудно найти мужчину, потому что, понимаешь, в чем дело? Я заказывала себе, чтобы он и культурные ценности там всем, и интеллектуал-то он большой был, и по театрам меня водил, и все, чтобы мне было с ним о чем говорить. Мне дали такого. Вообще политик. Вот отец Фадюхи. Я испугалась. Я-то для чего его загадала, да себе заказала? Чтобы он покрыл мои потребности, которые я сама-то себе не покрывала. Я не могу сказать, что я там какая-то сильная интеллектуалка, я не могу сказать, что я там в театр до встречи с ним прямо ходила на каждую премьеру. То есть я шла своим постепенным ходом, своим путем. А ему моя духовность вообще нахрен не нужна. Он не духовность, а личностный рост. Им это не надо. И еще, говоришь, они же потом терпят, терпят. Говорят, иди ты в жопу со своей там духовностью. Что ты меня там в церковь еще тащишь? Им это не надо. У них другая программа. И вот здесь вот к ним привязываться с этим точно не надо. Так вот, еще раз. Прикажи им, что они сейчас расстанутся, они спокойно это делают. Прикажи, что мы сейчас будем жить миллионы лет. Они тоже к этому готовы. Вот такие семьи, они могут за 3-9 земель друг от дружки находиться. У них есть вот это духовное ядро. У них есть вот эта невидимая ниточка связи. Они потому что дошли уже до уровня доверия. А после доверия люди, когда переходят уже на следующую вообще там супер-пупер ступень, которая тоже высший пилотаж, это откровение. До этого люди не так... Вообще люди живут годами, десятилетиями, всю жизнь могут прожить. У них нет доверия. О чем можно говорить? Это две детские души пришли сюда пройти опыт. А какой опыт? Ну, подозревать там всех. А почему доверия нет? Потому что человек сам себе это доверять не может. Если ты сама себе не доверяешь, как ты можешь мужчинам доверять? У нас есть мнение, а есть у нас факты. Вот есть мнение... Вот смотри, мужчинам мужикам доверять нельзя. Это мнение или это факт? Это мнение. А есть еще другое мнение, что в некоторых вопросах мужчинам доверять нельзя. Вот это факт. И вот когда мы знаем, что это факт, то это становится правдой в нашей жизни. А теперь уже надо разобраться, в чем я могу мужчине доверять, а в чем я не могу мужчине доверять. То, что о своих мужчинах предыдущих тебе рассказывать ему не надо, это точно факт. Этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Пусть вы там даже выпейте вина хорошая, он тебя расслабит. Если это человек с низкой самооценкой, он тебе начнет задавать вопросы как раз такого характера. Расскажи о бывшем. А что там как было? Потом в самый прекрасный момент он тебя сожрет с сандалями. Не тебя вообще, вот девочек, как они это делают по своей глупости, по своей наивности. Я тоже через эту школу проходила. Но еще совсем была как бы неопытна в этих вопросах. Нельзя про своих бывших мужей рассказывать. Ничего, все, у меня там было классно, классные мужчины, просто мы не сошли с характером. Все, тема закрыта навсегда. И у него не надо ничего выпытывать, чтобы потом не манипулировать им. Это тоже плохо, когда начинаешь манипулировать другим человеком. Ага, помнишь, ты мне тогда рассказал, что у тебя там с тетей Моти? Ага, то сейчас ты будешь виноватым, я тебя сделаю виноватым. Ты будешь мне всю жизнь обязан. Любая обида, любая претензия, любой мордой ткнуть человека в прошлое, они очень лицеприятны. Это всегда инструмент в руках недобросовестного, низкочастотного человека, который сам себя не уважает, не ценит. Использовать этот инструмент в отношении других людей, чтобы на фоне их хоть чуть-чуть подняться из своего ничтожества. Потому что, по большому счету, люди живут в состоянии ничтожества. И вот это вот очень горько, это 80% живут в таком состоянии. Безадача, конечно, у тех людей, которые не согласны с этим и не мирятся, флаким в руку. Потому что из этого состояния надо действительно выходить и понимать, что мы все гении, мы действительно все очень талантливые, уникальные люди. Каждый из нас уникальный, таких не повторится больше. Вот уникальность, надо себя ценить. И ты понимаешь, когда ты себя ценишь, вот все ты себя ценишь. Да, вот у меня ногти поотпадывали. Да блин, как я себя люблю за это. Прикольно же, ну прикольно. Ну скажу, когда захочу к маникюристу. Я записалась уже, конечно. Ну мне так нравится их. Вот понимаешь, вот есть женщина, аааа, ноготь сломала, все, что мне теперь, я на свидание не пойду. Вот понимаешь, да, она уже поставила мнение своего мужчины или там кого-то из своего окружения выше своего собственного. Вот она нарушена, пирамида ценностей. Кто у нас на первом месте в жизни людей, когда спрашиваешь? Муж, жена, папа, мама, дети, кошечки, собачки, рыбки, работа, начальник. Ну вы-то где? Каких высот? Все хотят мужей, жен, там интеллектуалов. Все хотят там суперпупорских себе партнеров. Таких, до которых еще самим, вот блин, как до Китая. Ты начни с себя, ты начни с себя. Не на тебя наезжай, я ни на кого не наезжаю. Я просто тебе говорю, что вот, ну реально, девчонки молодые. Ну так сюда-то тоже надо ведь наращивать, правильно? Сюда нарастили. И думают, все, теперь она суперзвезда, их сейчас миллионы. Они все друг на дружку похожи, там нет идентичности совершенно. Я вчера смотрю Софию Ротару, думаю, ну боже ж ты мой, ну насколько вот это благородство, женственность. Ведь она свой репертуар не изменила ему ни разу, своему репертуару. На нее смотришь, вот любое поколение, вот мужчины, как молодые мужчины, стоят цветками, они ее боготворят. Потому что вот это внутренняя сексуальность. Что такое сексуальность? Это не короткая юбка и там на выкате сиськи. Сексуальность, настоящее лексическое значение этого слова, это доброта в глазах. Зеркало души, наши глаза. Тебе не надо такого мужчину, который будет смотреть на твою задницу. Пускай он посмотрит на нее тогда, когда он посмотрит в твои глаза прежде всего. Вот в глазах, когда он прочитает вот эту всю прелесть твоей внутренней души. Мужчина-то какой притянется к твоим глазам? Именно когда ты сама, вот все, что ты мне рассказала, романтика, чувство защиты, ты сама себя умеешь защитить. Почему ты переводишь фокус внимания на того, да, он меня должен защитить? Нет, пока ты сама себе это не обеспечишь, такой мужчина не придет. Пока ты сама себе покровительствовать не будешь, каждый свои мысли, каждому своему желанию, пока твой внутренний взрослый не напитает твоего внутреннего ребенка, не придет покровитель спасать тебя, придет палач. Он скажет, я тебя спасу, но ты будешь моей жертвой, потому что взамен я заберу твою душу. Понимаешь, как это все работает? Поэтому почему мы притягиваемся до идентичных людей? Идентичных. Потому что так Вселенная работает, так работают торсионные поля, так работает квантовая физика. У нас сегодня хорошее настроение, мы выходим на улицу, нам попадаются люди все на улыбке. У нас сегодня печалька, что-то мы там себе простить не можем, нам попадаются люди, в которых есть чувство вины, и они тебе будут подсвечивать это. Понимаешь, как это все интересно? Насколько мы должны вот именно работать со своим внутренним состоянием? Каждый день принятия, каждый день я себя люблю, каждый день я себя боготворю, благодарю тебя, Господи, красоту-то какую создал. У меня подружка, и вот она говорит, Аленка, я вот так вот утром встаю перед зеркалом, голая, и начинаю себя нахваливать. И я, говорит, все свои телеса, говорит, ой, думаю, ну, Боже ты мой, ведь какую красоту-то создал Господь, но ведь это ж надо создать, такую красоту, как я тебя благодарю. Ты представляешь, какая у нее самооценка? У нее от мужчин отбой нет, она выбирает лучшего. Она говорит, у меня выбор, я в них, потому что я себя люблю, они моими глазами на меня смотрят. Мне пофиг, я могу выйти, как хочу, но я знаю, что я себя принимаю в любой ипостаси, в любом виде. Пусть я сегодня выпившая буду, я люблю себя. Пусть я песни пою, я люблю себя. Пусть у меня сегодня печалька, я люблю себя, я люблю любое свое проявление. Вот где высший пилотаж, к чему мы все и идем. И мужчины, они это видят, и они ее любят, они ее боготворят. Ты понимаешь, в чем дело?